Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Токсикулы. Вы часто у меня, собственно говоря, спрашиваете, как должен ездить клиент в маске или без маски. Вот сегодня я хотел бы вам показать, собственно, примерчик, в масочке или без масочки должен ездить пассажир и как. Ну, давайте для начала предположим то, что в масочке он должен ездить хотя бы для вашей безопасности. Поэтому я считаю, что пассажиры должны ездить как бы в маске, да? А теперь, ребятушки, давайте посмотрим, какие пассажиры попались мне и, собственно, как были они в маске или без маски. Если бы были, мне кажется, все пассажиры такие, то реально заболевших бы было меньше. Ну, естественно, если бы водители так ездили. Всем добра, бабла! Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Пока-пока! До новых встреч! И пишите свои комментарии. У вас ездят так пассажиры в масках или без масок? Здравствуйте! 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 Вы судите, пожалуйста, на меня. Мы там указали адрес Смирнадского 1. Но по факту нам просто... Мне просто нужно выйти напротив Покстрота. Ну, вы скажете, где хорошо. Да, хорошо. Такие у меня хорошие пассажиры. А что? В масках, со спреем, в перчатках. Меня только что как раз столько удивляли люди, которые вообще... Без ничего, да? Да, очень так халатно относятся, знаете. И угадайте, куда я их вез? В МВД, вот сюда. В МВД, вот сюда, вот в этот самый. Да. Да. Так, нам же тут мы только поможем, да? Да, да. Ага. Я вам даже, видите, очками запасы. Даже иногда одевают, когда они потеют. Тем более, уже как оно пошло так, что рассказывают уже знакомые, то тот заболел, то тот заболел, то там на работе, то там у кого-то. Ну, мы все желаем людям этим выздоровления. Конечно. Ну, самому лучше, как говорится, обезопаситься, правильно? Лучше 5 минут посидеть. 100%, да. Как я говорю, весь мир не мог одновременно сойти с ума. Значит, это болезни есть, и надо придерживаться. Что-то есть, это какой-то неоспоримый конкурент, и все. Просто кто-то легко переносит, кто-то тяжело, кто-то очень тяжело, и все. Да. В зависимости от крепости организма, иммунитета. Я вон тоже и спрейчик с собой вожу, он такой. Все точно так же, да? И салфетки эти, как их там попротираю, бывает в салон, обеззараживающие. Да, по-моему, у вас там спрей или гель? Гель. А дома там и спрей и всякое такое. Ну, в геле там же спирта нет, 70%. Да, я не знаю, там что-то написано. Ну, там нет. Ну, он жжет сильно, так бывает. А дома у меня такое там сделано именно со спиртом, вы гоняли такое конкретное? Да. Ну да, тут спиршили. Просто у меня сейчас муж работает на заводе, они начали производить тоже эти средства. Ага. Как они начали производить, вот они сейчас торгуют в новой линии, они зашли и в эпицепты. Оно такого голубенького цвета. Ага. Да, интересно. Да. Вот. И они в 250, ну, бутылки у них, миллилитров такие, спрысалка сразу, пол-литровые они делают. Вот. И, ну, да, началось тоже просто покупать эти средства и отдавать в лабораторию, проверить, сколько же там спирта. Написано 70, а по факту 50. Да. А 50 уже широкое. Ну, мы как делали? Да, мы покупали в аптеке спирт медицинский. Да, ну, мы точно так же и разводили, да. Это такой проверенный метод. Ну, просто спирт в аптеке дороговато, что бутылочка, сколько ты в бутылочке. Ну, да. Ну, с другой стороны, и не сильно много, так что прямо ведрами ты его не используешь за день, да? Да. Поэтому можно, как говорится, выделить какие-то деньги. Купить, я думаю. А как они начали? Сначала они наварили первую партию крупную для себя, для завода, чтобы своих же сотрудников обезопасить. Потому что в карантин все работали. А потом начали уже, как бы, варить, ну, как бы, линейку продукта. Молодцы, да. Это сейчас как раз нужная вещь. И, по крайней мере, мы хоть точно знаем, что там вот 70% тебе никто... Не обманет, да. А сразу так слышно, потому что мы, что же, на работе заливали там дезинфекторы. Там был один по кухне, начали пользоваться. Когда тоже выяснили, стали туда в лабораторию, там тоже 50%. Это вылили, примесли, что вот этот завода залили, все сразу. Так воняет спиртом. Я говорю, ну, конечно, твартифератусом сразу чувствуется. Конечно, конечно, да. Мы тоже, когда дома сделали вот этот из спирта медицинского, так там запах такой стоит, оно чувствуется сразу, потому что там спирта много. А эти покупные действительно, оно такое, как будто припудрили спиртом чуть-чуть. Единственное, там на сайте мы купили чистый спирт, тоже сдали его на анализ. Там вот те, которые продают вот именно там чистость и за вот такие, если именно спирт, мы сдали, вот там сто было девяносто шесть процентов, как положено. И получается там намного дешевле, чем. Тут же, получается, у тебя сто миллилитров, по-моему, 76 гривен, если я не ошибаюсь, что стоит бутылочка. А там получается 130 гривен литр, ну, или 200, что-то такое, 196 гривен литр спирта. Хоть там и купили, ну, выводнее, конечно, чем медицинские, чем в аптеке. Сдали на проверку в соответствует. Шикарно, да? И по цене? Да, и по цене, да. И по качеству все хорошо. По качеству, да. Не обмануешь. Ну, может, многие пользуются у нас моментом, начинают колотить непонятную бормотуху, продавать по всем этим сайтам. Ой, у нас на работе, у нас там несколько офисов. Я же захожу к секретарям в другом офисе, я говорю, Юля, говорю, а что мы, с чем мы будем руки обрабатывать? Я говорю, ты вообще отдавала в нашу лабораторию? Они проверяли, они проверяли. Она, нет, нет, я говорю, ну, ты, говорю, даешь. Я говорю, ну, что ж, я говорю, вы свое, ну, как бы не залили, а пользуетесь от чужим, еще непонятно, короче, чем. Она говорит, ну, сколько тебе? Я говорю, ну, давай, говорю, я передам. Говорю, ну, наклей, говорю, мне там, ну, грамм, чтобы было там 100-150. Прихожу, она мне дает целую бутылку, ну, полбутылку Миргородской, полтора литровой. Я говорю, Юля, зачем так много? Она говорит, ну, ты же сказала стакан, я сказала чуть-чуть, ну, забрала, принесла же к себе в кабинет, думаю, не понесу я полтора литровую бутылку домой. Ну, да. Возьму маленькую, ну, в баночку, берю, начинаю переливать. Я говорю, девочки, я говорю, я не знаю, ну, оно не пахнет. Ну, как бы вообще, говорю, как вода, говорю, прозрачная, как вода. Говорю, ничем не пахнет. Ну, короче, отдали мы в лабораторию, звонят химию. Я говорю, ваша шутка удалась. Говорит, это же чистая вода. Говорю, как чистая вода. Юлю ж набирала, говорю, Юля, ты не попутала бутылки, когда мне давала? Она говорит, попутала, еще и как. А у нее стояла именно вода, и в такую же бутылку она налила эту прозрачную жидкость. Она оттуда как хлебанула, витамины запивая. Говорит, хорошо, говорит, что я сразу не проглотила, а таблетки были как бы во рту, говорит, пока, говорит, небо обошла. Я говорю, ну ты, красавица. Да, да, это не из приятных ощущений, наверное. Ну, ну, это понятно. Говорят, же спирт обжигают вообще, там, слизистую, да? Да, а там же еще и не чистый спирт. Мешают же отработанный спирт зачастую в эти дезинфекторы. А что это за отработанный спирт? Ну, с каких-то сливают, там, производство же, или, так, не чистый спирт с такими, да, очень сильными примесями. Тоже экономят, да, наверное? Ну, конечно, это же все экономят. Так чистый спирт стоит одну сумму, а такой спирт стоит половина суммы. Ну, да. Интересно, как он влияет на кожу, на все такое. Конечно, может, и разношение спать, и... Смотря у кого на что, да, там, какие-то примеси эти. Ну, ладно. Алло. Доброе утро, Андрей. 85. Сейчас все 15. Спасибо вам огромное. Хорошего дня вам. Вот видите, ребятки, какие есть пассажиры. 85 поездка. Сотку дал. Плюс еще мне дополнительно доплатит Uber. Плюс они все в масках, со спреем и так далее, и тому подобное. Так что, ребята, не шутите. Пожалуйста, с этим. Всем добра, бабла и позитива. Не болейте. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. До новых встреч.